5 лет на рынке без браузера и физической сим карты. 5 часы от яблока. Always on display на борту, измерять шум – это удобно. Виджеты – полезно. Apple Pay не сильно отличается от других функций оплаты, но есть и это главное. Можно закачивать музыку, подкасты и прослушивать без использования телефона. Часы работают с Wi-Fi без телефона. А вообще, первое и главное, нормальный Apple Watch работают только с iOS системами. С Android будут работать только через костыли, и функционал безумно станет урезан. Второе. Говорить по ним, если нужно ответить на звонок двумя словами – удобно. Но даже если у вас есть eSIM, долгие переговоры по часам – это конечно странно, если не подключить беспроводные наушники. Третье. Лучше этих часов на рынке смарт-часов пока нет. И вряд ли они появятся. Но ценник у них просто конский. И браузера официального в них нет. Да, никакого вам серфинга в интернете с часов. А вот даже в ненавистных мне лемфа и мобвай он есть. Звонить с них можно, но физическую симку туда не поместить. В версии с добавлением сотовых сетей в названии часов можно использовать eSIM. И в России это уже возможно, но не везде. Притом оплачивать покупки вы можете и без интернета и без телефона просто часов. Но лучшего помощника в диете и спорте в принципе не найти. Сейчас расскажу вам о их настройке и особенностях после полугода использования в паре с айфоном 7 плюс и айфоном 11 про макс. Всем привет, вы на канале польза нет. И здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Подписывайтесь с колоколом, друзья. А сегодня я расскажу вам об умных часах Apple Watch 5 серии, которые я купил около полугода назад. Использовались эти часы с айфоном 7 плюс и с айфоном 11 про макс. И что именно я узнал о них за это время вы сейчас узнаете в обзоре. И сможете для себя решить, нужен вам такой гаджет по цене хорошего телефона или не нужен. Для начала по подключению. Распаковку вы уже видели. Если у вас телефон Android, не покупайте Apple Watch. Несмотря на хваленую автономность, использование этих часов в паре со смартом без ios это просто боль. Летим дальше. Открыли, включили, обрадовались какие часики классные, взвесили, 66 граммов это немного, но и немало. С другой стороны даже Huawei Watch GT 2e весит 72 грамма, а функций меньше. Зарядка простая магнитная, обычной беспроводной не зарядить. Но альтернативных зарядных устройств для этих часиков на рынке уже море. На любой карман и запрос. Холодный запуск. Включили, выбрали язык, выбрали телефон, дальше заходите в своем айфоне в приложении Apple Watch, нажимаете создать пару, ждете и все. Дальше просто настраиваете часы под себя. В самих часах и в телефоне. Вся настройка займет по факту минуту. Подключение занимает минут 10 вместе с обновлениями. В Apple как всегда подумали за вас. Теперь по часам. Итого после полугода. Экран царапается быстро. Можно наклеить защитную пленку, но я против таких приблуд. Корпус также можно поцарапать, но это уже сложнее. Заряжать часы необходимо раз в сутки. Спать в них можно и привыкнуть можно. И умные будильники в сторонних программах с отслеживанием сна есть, хотя чаще они платные. Но вопрос, когда их тогда заряжать, если не ночью, остается открытым. Круто, что есть калькулятор прямо в стоке. Отлично, что можно включать камеру телефона прямо с часов. Притом видеть через часы, как через видоискатель, то, что будет снимать ваш телефон. При этом даже если телефон заблокирован, часы будут активировать камеру и показывать, что именно телефон видит. Рация между Apple Watch. Это может и удобно, но соединять Apple Watch между собой не у всех получается. Руководцы в интернете по этому поводу просто море. Мой вердикт, либо у народа кривые ручки, либо магия электронов в оки-токи отрабатывает на все 100. Супер плавный интерфейс. Самые тактильно приятные часы из тех, что у меня в наличии, а их больше трех десятков. Блогинг в действии. Ремонт экрана нецелесообразен, если вы его разобьете. Полный сброс у пятой версии может привести к ее окерпичиванию. И программ на эти часы никто не восстанавливает. Ведь никакого проводного подключения у часов к компьютеру нет. Только возврат по чеку. Воды часы совсем не боятся. Есть спецфункция вывода воды, которую довольно легко активировать. Ремешки просто великолепные. Но белые ремешки практически сразу превращаются в антипода идеалу. Даже оригинальные. Можно устанавливать обновление программы, минуя смартфон. Зачем, не знаю. Блютус работает отлично. На оповещение, конечно же, можно отвечать. Если у вас разрядился айфон, а часы находятся в зоне вайфай, то звонки через интернет с любых приложений будут поступать вам на часы. Некая автономность и независимость при отсутствии основного девайса прямо на глаза. Можно переводить время на часах, чтобы они показывали время немного вперед. А по сдунам самое то. Можно отключать кнопку позже в будильнике. Отключив привет серии поднести и говорить, реально продлить жизнь аккумулятора ваших часиков на процентов 30. Но до двух суток таким образом не довести. Двойное нажатие на колесико последнее приложение. Отключить пуш-уведомления от ненужных вещей обязательно сразу. Если вы отключите при этом перманентное изменение пульса и отслеживание активности, часы могут проработать до трех суток. Но тогда от них толка вообще минимум. Просто для красоты их надевать. Есть заготовленные ответы для сообщений, которые можно заготовить даже самому заранее дополнительные. Есть возможность надиктовывать текст голосом. На сообщение о месте положения достаточно скинуть геолокацию через дисплей. Для поиска телефона достаточно нажать кнопку поиска на часах. При этом если ее удерживать, телефон будет не просто вибрировать, но и моргать вспышкой. И это очень удобно. Любым воспроизведением на подключенном к часам девайсе можно управлять прямо с часов. Включая громкость и перелистывание. Можно это дело отключить через снятие шильдика с автозапуском POS Audio, которое я тоже советую сделать для автономности. Плюс есть пульт управления на Apple TV, которое мне тоже не нужно. Можно делать скриншот часов, тоже не совсем понимаю зачем, но можно. Можно разблокировать часами iMac, но его у меня нет. Трекера сна и умного будильника в стоке нет. Только скачивать платную программу. Конечно можно двигать иконки на главном экране, шторки можно на любом экране вытащить свободно. Кнопка найти айфон, если у тебя телефон, принадлежащий к поколению устройств с кнопкой хоум, на иконке найти телефон будет изображаться именно этот девайс. Если телефон из поколения с монобровью, то отображаться там будет девайс с монобровью. Вот такая вот маленькая приятность. Разброс цен огромный, цены по ссылке в описании к видео. Резюмирую, такое не советуют. Либо вы готовы платить много, либо нет. Для iOS других часов в принципе нет. Либо Apple Watch 3, либо Apple Watch 5. Для андроида эти часы бесполезны. Для меня главное, что к Apple Watch 5 можно подключать нагрудный датчик для более точного отслеживания вашего пульса при занятиях спортом. Значит зачет. Ставим лайк за труды, читаем описание. 5 ми бэндов 4 серии раз в месяц в розыгрыше на канале рандомно. Подписывайтесь с колоколом, друзья. Девайсу да или нет, польза нет даст ответ. Добра и удачи вам.